Каждый год Китай будет производить локальную сборку 5000 электромобилей в Кыргызстане. Местом сбора станет территория в 1,7 гектаров Бишкекского штамповочного завода. Министр экономики Даньяр Амангельдеев и член Совета директоров компании Евразия Индастрия Сянь Юсян подписали соответствующий меморандум. «Это китайская компания, комплекс мероприятий, это непосредственно продажи электромобилей, локализованная сборка, сервисное обслуживание и, кроме того, строительство зарядных устройств. Пожелание китайских наших партнеров, чтобы эти зарядные устройства находились каждые 200 километров, то есть как в городе Бишкек, так и за его пределами». Китайский инвестор, Министерство экономики и мэрия столицы уже обговорили все вопросы по поводу участка и строительства зарядных станций для электромобилей. Предполагаемый объём инвестиций составляет 150 миллионов долларов. Вместе с заводом будут созданы 500 новых рабочих мест. «Мы провели анализ и решили, что будем вкладывать финансы в производство автомобилей на новых источниках энергии. Стоимость электромобилей будет на 2-3 дешевле, чем обычного авто. Наш опыт в машиностроении составляет 20 лет. Выражаем благодарность к обмину Кыргызстана за предоставленную возможность строительства автозавода». Укреплению кыргызско-китайского сотрудничества радуется студентка национального университета Элизаба Кытова. На днях она стала лучшей в конкурсе «Китайский мост» среди студентов восьми университетов. Она интересуется историей и культурой Поднебесной. И этот интерес помог ей выиграть годовую стипендию на обучение в одном из университетов Китая и возможность представить свою страну на конкурсе в Китае. «Это дало мне возможность учиться в Пекине на языковой год. Также это будет бесплатное обучение, бесплатное проживание и также нам дают стипендии. Я могу участвовать в следующем конкурсе. Это будет международный конкурс. Там будут участвовать Япония, Корея и все другие страны». «Китайский язык – это один из самых мировых языков. Также китайский язык откроет нам новые возможности, новые перспективы». Ежегодно данный институт отправляет своих студентов на обучение в вузы Поднебесной. Здесь также ведут работу научно-исследовательский центр «Один пояс, один путь». Китай заинтересован в продвижении наших проектов. Они будут принимать наших специалистов для подготовки докторантов и магистров на грантовой основе, сказал Рашид Юсупов. «Как говорится, уже одного китайского языка уже недостаточно. Надо уже конкретно по какой-то специальности уже быть специалистом, как говорится. У нас обучается большая группа китайских докторантов. Это, в общем, количество где-то порядка около семидесяти китайских докторантов. Вот мы в этом году хотим, вот уже сейчас идет набор, мы проводим конкурсы и готовим, чтобы отправлять наших магистрантов, докторантов уже, которые готовятся к новому учебному году, к сентябрю». Китай занимает лидирующее место во внешнем товарообороте Кыргызстана. За 30 лет дружбы и сотрудничества Китай и Кыргызстан реализовали огромное количество проектов-гигантов. Строительство и запуск линии электропередачи Даткак-Имин, реабилитация автомобильных дорог Ош-Баткин-Исфана, Бишкек-Балакчи и Бишкек-Нарын-Торугар, а также альтернативная автомобильная дорога север-юг.